Всем привет! Сегодня я, как обещал, покажу вам свои эпифилумы. Какие ошибки я сделал. Буду пересаживать, черенковать, смотреть корневую систему вот этого эпифилума, который неважно себя чувствует. И начну вот с этого, этот бабушкин эпифилум, который мы все знаем. Он, потому что встречается очень часто и в детских садах, и в школах, и в поликлиниках. Везде его можно было встретить. Розовоцветущий эпифилум бабушкин, он так называется, потому что без имени. Так, и я допустил этой весной такую большую глубокую ошибку. Он у меня был такой пушистым кустиком, рос. И я с кучей разрыхлителей умудрился его залить. И что я сделал? Я срочно посрезал все стебли, посушил их несколько дней. Дня три, может, четыре где-то они у меня подсыхали. И укоренил. Укоренил я их просто воткнул все в грунт, в торф. И не все, конечно, укоренились. Мы сегодня с вами посмотрим. Я хочу их посадить все в один тоже, в керамический горшок. Я его подготовил. Смесь с вами составим. Почвенную. Вот. И вот, несмотря на все эти разрыхлители, все равно я его умудрился залить. Тут и серамист, тут и еще что-то циолит, по-моему. И один черенок я воткнул сюда же, и он у меня цвел. Поэтому, ну вот, наверное, сейчас и приступим. Вот. Ну, укоренить черенки эпифиума легко, на самом деле, если знать, что это же тоже как кактусы, собственно говоря. И их нужно перед укоренением обязательно подсушить. Если вы их не подсушите, то велика вероятность, что они начнут подгнивать. Вот, посмотрите, видите, вот эти вот белые корешочки, это вот уже укоренились эпифиумы. Этот эпифиум я тоже благополучно залил, я его переукореняю. Вот. Но никуда без этого, от этого не деться. Тоже желтый эпифиум, коинг-банана. Желтый махровый эпифиум должен быть. Посмотрим. Вот. По поводу грунта. Бабушкины эпифиумы, да, ну вот, всем помним, что они у нас росли в обычной, такой дерновой земле. Ну, я, походу, буду заниматься тут. Сейчас посмотрим, как он тут укоренился заодно. О, смотрите. Вот такие корешки у него. Замечательные. По поводу земли. Бабушкины эпифиумы у нас росли в этой, в обычной, огородной земле. И прекрасно цвели, я помню. В школе каждую весну они цвели шапками, прям все покрывались вот этими огромными цветами. И никаких проблем с ними не было. Их не пересаживали, ничего с ними не делали, никаких манипуляций, удобрений, вот этого ничего. Вы вспомните, раньше же у нас не было никогда ни каких-то серамисов, ни перлита, ни вермикулита. Все сажали в огородную землю, все росло, был, был, ухал, прекрасно. А сейчас же пойдешь в цветочный магазин, да глаза разбегаются от выбора. Мне кажется, сейчас кто только начинает заниматься цветоводством и вот сталкивается со всем вот этим вот разнообразием, мне вас, честно говоря, жалко, потому что я боюсь представить, если бы я столкнулся со всем этим. Ну, как-то вот, когда я выращивал, я с этим потихонечку начинал осваивать это все. Как это не сразу все на рынок вот так хлынуло. Вот, но сейчас, мне кажется, половина из этого совершенно ненужные атрибуты. Так, ну, по поводу грунта, это вот я сейчас разбиваю комочки, я насыпал сюда свой любимый грунт, финский биолан, чернозем. И я добавлю сюда, у меня упаковка не сохранилась, к сожалению, и я вот хранил в таких зип-пакетах, в заморозке у меня лежали. Это продукт жизнедеятельности дождевых червей, биогумус. Да, такой замечательный. И вот, вроде, как иностранные наши коллеги цветоводы, тоже добавляют его везде, очень любят добавлять. Вот именно вот этот биогумус. То есть, это прям для них как что-то такое очень хорошее и вкусное. Так, ну, в процентном соотношении, не знаю сколько, на глазок насыплю, может, процентов 30. Вот, я все вот это, что здесь у меня насыпано, перемешивать не буду. У меня здесь, с одной стороны, квас насыпан, с другой стороны, биолан. Ну, и я же вижу, как я буду перемешивать, сколько мне нужно. Вот так вот сейчас насыплю. И добавлю немножечко мелкого керамзита еще в грунт. Так, для воздухопроницаемости лучше. Много не буду, чуть-чуть совсем. Вот так вот перемешаем. Какие-то камни вот еще такие неразмешанные есть. Это ничего страшного. А вообще, вот очень много существует рецептов. Я же к видео готовил следы. И когда я вообще купил черенки, я тоже это все изучал, смотрел. И по группам, и по книгам, и по видео, и по сайтам рецептов. Ну, по сайтам, особенно русскоязычным, это понятно. Там все скопировано под копирку друг у друга. Там 30% листовая, 20% зерновая, там торф, песочек. Ну, такие вот рецепты пишут. И все. А вот практически какое-то применение с реальными фотографиями выращенных в этой смеси растений нет. Ну, понятное дело, почему. Почему, да? Так. Вот, и вот я даже сейчас вижу здесь один череночек гнилой. Вот. Ну, сейчас я буду вынимать. Видите. Сейчас пока не видно. Схочу взять газету, чтобы этот грунт, который из черенков, здесь его выкинуть. Очеренки, которые укоренились, мы с вами посадим. Сейчас посмотрим. Свежий газет. Только сегодня не печатали. Так. Конечно, вот так вот укоренять, как я, не стоит. У меня просто много было черенков, места мало. И мне как-то, если даже какие-то не укоренились. Вот этот вот, посмотрите, он укоренился, да? Пошел корень. Но вот тут началась гниль. Их, конечно, нужно укоренять по отдельности. Не нужно все вместе. Так. Ну, вот он укоренился, его в стороночку. Вот этот вот укоренился тоже его в стороночку. Сейчас мы... Вот этот вот тоже вот укоренился. Вот он, корень. Так. Сколько по времени укореняются? Не знаю. Честно говоря, не фиксировал дату укоренения. Так. Вот этот вот тоже укоренился. Так. Вот эти вот не укоренились. Но они, не знаю, можно их еще попробовать воткнуть. Но надо ли оно? Посмотрим, в общем. Подумаю над этим. По времени сколько укореняется? Вот сейчас мыть на местожил. По-разному. Так. На дно насыплю дренаж. Вообще я его не сыплю. Но в данном случае сделаю исключение. Потому что я заливаю эти растения. Я признаюсь честно. Вот. Потому что ничего с этим не могу сделать. Ну, а дальше уж все легко и просто. Насыпаем горшочек. И сажаем наши эпифилумы. Нужно будет им потом какую-то опору соорудить, чтобы они вот так не болтыхались в разные стороны. Зимой эпифилумы у меня стояли на окне. У меня нету балкона. Я знаю, что им нужна холодная вроде как зимовка. Но я им не обеспечил холодную зиму. Тем не менее, у меня уже трехгодичные растения. Вот выращенные из вот таких вот черенков мне приехали. Я видео оставлю обязательно ссылку, какие приехали мне черенки. Да? И там можно... Ну, и вот посмотрите. Это было осенью, кстати говоря. Вот, не самое удачное время года, когда они ко мне приехали. Ну, все. Ну, вот, в принципе, пять черенков на горшочек. Нормально. Вот так вот мне нравится. Да, я даже те и не буду рассматривать как черенки. Так, мне вот интересно еще вот этот товарищ, который не восстанавливает упругость своих листьев. Помните? В прошлом обзоре я на него пожаловался, что он такой, что листья у него такие, знаете, обезвоженные. Вообще, любая проблема с листьями, если не видно визуально каких-то насекомых, смотри в корень. Это вот прям правило. Запомните себе, зарубите прям вот топором. Это зрив корень. Любая проблема с листьями, зрив корень. Сейчас мы вот вынем. Это называется Darkling Dominator. Не знаю, какой цвет. Вот, посмотрите, здесь у меня смесь была земляная. Не знаю, вот, наверное, я ее сейчас обновлю. Здесь у меня и песок речной, и серамис. И чего только нет. Вот песка очень много. Речного. Речного крупного, не мелкий. Я люблю такой. Я прям даже покупал отдельно. Крупный такой песок. Видите, прям песочная-песочная земля. Видно, я его тоже залил. Ну, сейчас пересадим. Смотрим, может, и отойдет еще. Вот этот вот посередине, да, он уже, смотрите, он, видите, он уже отгнил. Вот этот вот можно взять на размножение. Так. Еще я зачем-то вот в этом году, весной, начал их поливать. И поливать прям вместе с удобрениями. Ну, голову не включишь иногда. И все, и все, и что-то идет не так. Вот то же самое. И потом, сразу же после вот этой своей поливки, я еще решил их совсем добить. И засыпал корневую шейку. Сверху решил земельки подсыпать, знаете, так вот щедренько. Что-то мне прям вот захотелось так, и я так сделал. Ну, видимо, ему это не очень понравилось. Посмотрим. Земля, конечно, сырая, освобожу получше от этого грунта. Решки и посажу в новый. Так. Это в сторонку, чтобы сорт не потерять. Посажу в этот же горшок. Небольшой, маленький. Большой сажать не буду. Но в него подсыплю немножечко тоже этого керамбита. Вообще керамбит нужен, когда вы не уверены в своем поливе, чтобы лишняя вода в корнях не застаивалась. Если вы не уверены в своих поливах, то обязательно добавляйте. Грунт, кстати, влажный. И после пересадки я не буду их поливать. Эпифилумы ни в коем случае. Песок я добавлять не буду в этот раз. Сажу. Надеюсь, отойдет. Если не отойдет, придется переукоренять вот эти вот побеги. Листовые вот эти стебли срезать. Немножечко подсушивать. Хотя они уже такие обезвоженные, что им, наверное, уже это не поможет. Ну, посмотрим. Я думаю, что может еще отойдет. А так он у меня вот этот сорт такой ровненький. У него стебли вот эти, смотри, какие длинные, красивые. Мне он очень прям нравится. Обалденный. Если у вас есть какой-то балкон, лоджия, где у вас можно устроить такую холодную зимовку, это будет просто потрясающе для эпифилума. А поскольку вот этот вот черенок у меня такой, вот видите, он уже тут сухой, вот тут вот ткани такие, я его вот так вот выкручиваю. И сюда же прямо сбоку подсажу. Все. Не буду я отдельными стаканчиками заниматься, не люблю ни все это. Ну, теперь нам остается только ждать, наблюдать, время покажет, как оно восстановит, силу не восстановит. Я надеюсь, что восстановит. Если сейчас корневую систему запустить, то все будет хорошо, потому что вот эти вот эпифилмы, они тоже были такие, знаете, высушенные. Да и все после зимовки были вот такие вот сухие, высушенные. Но тем не менее. Так. Ну все, пожалуй. И сейчас еще у меня есть черенки марниеры. Вот сейчас посмотрим вместе с вами, укоренились они или нет. Так, через стаканчики не видно, конечно, но придется достать, посмотреть. Да, вот начали они укореняться. Вот они, сейчас я вам их покажу. Сфокусируют. Это когда я относил мыться в свою большую марниеру, у меня одна ветка отломилась. Ну и я ее расчеренковал и посадил. Несколько череночков. Вот она, вот, обычно укоренилась в обычном грунте без каких-либо проблем. Так. Ну, вот такие черенки, которые такие вот маленькие, нежные, да. Посмотрите. Вот у меня один не укоренился. И я его поставил вот так вот, чтобы прямо вот видеть, когда корни пойдут. Еще, знаете, как можно укоренять черенки вверх ногами? То есть, не вот так вот посадить, да, а вот так вот. Тоже так сажают. Я не пробовал или пробовал, не знаю, надо смотреть на тех старых. По-моему, пробовал какой-то один. Но, может, я его уже переукоренял, не знаю. Вот. И не стоит их быстро вот сейчас вот, только появились первые корни, куда-то пересаживать, переваливать. Им нужно окрепнуть еще, как бы, оплести все это корнями. И пока я их не трогаю. Зимой желательно такие молодые растения досвечивать, потому что они будут еще расти. Когда я только приобрел такие молодые черенки осенью, они у меня укоренились. И я их досвечивал искусственно, искусственно светил по 12 часов. Поливал чуть ли не из пипетки. И то, тем не менее, зима, света мало. Это все сказывается. И тоже приходилось кое-какие черенки. Знаете, только появится гниль. Тут же делал срез до здоровых тканей. Опять подсушивал несколько дней и снова сажал по новой. И вот у меня было так несколько раз. Поэтому черенки, конечно, укоренять нужно очень, скажем так, аккуратно. Использовать небольшую посуду. Желательно, чтобы грунт, который вы будете использовать для укоренения, в нем не было каких-то, знаете, гниющих частиц. Поэтому никаких влагозадерживающих частиц. То есть, перлит и вермикулит я использовать не рекомендую. Но если у вас с ними хорошо получается, используйте, конечно. Но для меня эти материалы очень много впитывают воды. Поэтому я их не использую. То есть, торф в небольшом стаканчике верховой. Он будет хорошо просыхать. Там вода не будет впитываться. И вот результат украины. Никаких тепличек делать не нужно. Это кактусы. Это не аллокази. Это не папоротники. Не нужно ничем сверху накрывать. Четки притумывают танцы с бубнами. Просто взяли стаканчик, подписали. Можете дату написать, когда вы посадили. Воткнули, поставили на свет. И иногда проверяете. Поэтому совершенно беспроблемные растения. Вот только нужно приноровиться их. Иногда забывать в плане полива. Особенно это тяжело сделать зимой. Потому что свои эпифилумы зимой я практически не поливал. Практически я не поливал 3 месяца. Я их вообще не поливал никак. Так, ну на этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.